здравствуйте меня зовут татьяна коп я христианка по вере и украинка по национальности которая проживает в соединенных штатах америки и мне придется вам рассказать несколько занять несколько минут ваше внимание чтобы объяснить вам что меня привело к созданию этого видео и прежде всего я хочу сказать что тема нашей сегодняшней беседы будет пророчество о россии и я совершенно не имею никакого желания пророчествовать о самой себе но придется все-таки начать со вступления чтобы объяснить вам как бог привел меня от необходимости того чтобы создать это видео и распространить на интернете и так мы начнем наш разговор с 2013 года именно тогда я пошла на повышение в духовной службе так я это называю дело в том что у меня за плечами уже довольно длительный опыт веры пребывание вере но почему-то есть какие-то вещи которые очень сложно объяснить на духовном уровне я не буду этим заниматься только скажу вам что до этого момента я молилась и молилась часто но чаще всего это касалось моей жизни моей семьи каких-то там не уладок на работе или каких-то проблем в жизни моих друзей то есть я постоянно молилась но никогда мне не приходило в голову чтобы начинать молиться о на государственном уровне а целой нации и вот именно в 2013 году я с полной уверенностью начинаю молиться о благосостоянии украины то есть до этого момента мы очень кстати говоря часто в нашей жизни руководствуемся какими-то стереть и помимо вот мы привыкли к тому что вот вот новости там все плохо вот денег мало безработица все такое все таки не уладки и мы как-то к этому привыкаем 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 и это откладывается у нас сознание но вот 2013 году где-то в сентябре 2013 я получаю полную уверенность что вот я начну молиться за украину и получу ответ на мои молитвы украина поднимется духовно и экономически и скажу вам честно я не ожидала очень быстрых результатов я предполагала что изменения начнут происходить где-то через 24 года но к моему огромному удивлению уже в конце 2013 года в украине начинается революция и естественно я на духовном уровне сразу же принимаю украинскую революцию почему но прежде всего никакой информации я честно говоря политикой очень глубоко не занимаюсь никакой информации на тот момент о том какая там коррупция была и сколько денег разграбила президент янукович его поданные на тот момент у меня этой информации не было но уже было видно а почерк этой власти то что одного из наших главных оппозиционеров лидию юлию тимошенко посадили в тюрьму на длительный срок это уже говорила о многом что свобода слова в украине находится под угрозой и я должна вам сказать что проживаю в соединенных штатах америки и я могу вам свидетельствовать с полной уверенностью что критикуют здесь президента много по телевидению независимо от того от какой партии избирается президент если этот партии републиканцев значит демократы усиленно критикуют этого президента если избирается демократ то республиканцы и критикуют его политику постоянно и иногда в очень и очень резких выражениях но никому не приходит в голову преследовать своих оппонентов таким вот образом расправляться с ними и я знала я знала с точностью что прежде всего в украине должна поменяться власть и вот это начинает происходить буквально на наших глазах уже в январе 2014 года один из моих родственников присылает мне видео майдан независимости в огне и я в этот момент становлюсь на 24 часовую молитву для того чтобы объяснить вам что это такое это когда ты просыпаешься утром ты молишься ты молишься молишься в течение дня ты едешь своей машине ты молишься ты молишься на работе в перерывах между работой ты молишься перед тем как ты идешь в постель буквально молишься круглосуточно и также в этот момент я остановлюсь на такой вынужденный длительный пост то бишь как это сказать даже кусок в горло не лезет я не могу вам точно сказать сколько дней или недель конечно же недель это было очень длительный срок я буквально смысле не могла ничего есть и только время от времени заставляла себя проживать кусок хлеба или там яблоко съесть для того чтобы голова не закружилась когда я шла на работу и в этот момент у меня было одно из таких очень сильных духовных откровений что такое настоящий пост это совершенно не тогда когда ты думаешь вот с такого-то по такой-то срок я должна поститься и вот я ничего не ем я ложусь в постель я закрываю свои глаза у меня начинают значит эти пирожные и куриные окорочка плыть перед глазами но я себя сдерживаю я с собой борюсь нет 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 это не настоящий пост настоящий пост когда твой дух находится в таком возбужденном состоянии что тебе действительно о материальных вещах включая пищу даже не приходится думать в течение дня я помню что когда я читала библию первый раз своей жизни и я уверена что многие христиане поймут что я имею ввиду что в первый раз когда мы читаем библию мы читаем это как учебник по истории но вот 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 это вот случилось значит с израильским народом с израильскими царями вот это вот случилось с апостолами и мы совершенно не принимаем всю эту информацию как относящуюся к нам и только уже в процессе когда мы возрастаем в вере мы начинаем понимать что все эти стихи были написаны для нас и многие из них относятся к нам и вот та же самая история поста я думала ну как пророк даниил постился такое длительное время как в конце концов иисус в пустыне столько времени находился без пищи и вот когда это все случается с тобой самой все становится таким ясным и понятным и все эти библейские герои они перестают быть для тебя просто какими-то строгими дядечками тетечками ты начинаешь их воспринимать как своих родных потому что ты проходишь через точно такую ситуацию своей жизни я помню стояла перед зеркалом и посмотрела на себя и вспомнила этот сто первый псалом где пишется побита как трава иссохло сердце моё так что я даже забываю есть свой хлеб от громкого стенания моего остались от меня лишь кожа до кости и как пустынная сова как домовой сыщ на развалинах не сплю я и сижу вот я помню смотрела на себе в зеркало и думала ну вот такое ощущение что вот эта фраза была точно написана для меня я подумала боже мой неужели настанет такой день когда вот эти вот стихи я буду воспринимать как написанные для меня самой то есть это дает вам представление о том насколько я скорбила духовно обо всем происходящем и случилось великое чудо украинская революция победила то есть вопреки всем предсказаниям даже самым смелым расстановка сил была совершенно не в пользу революционеров и вот происходит самое настоящее чудо и мы значит вздыхаем с радостью и начинаем говорить слава богу и в этот именно момент россия наносит нам такой удар в спину начинает отхватывать посылает военные в крым и начинает отхватывать у нас крым и в это же время диверсионные группы посылаются на восток украины для дестабилизации обстановки там и вы знаете удар был до такой степени сильный кстати мне придется еще раз немножко так сказать отойти от темы и сказать вам что я была уверена что тот запас веры который у меня уже был на этот момент тот опыт веры в принципе уже предохраняет меня что у меня уже создан такой иммунитет против страха и против паники так вот я считала до того момента как когда начались все эти события я вам должна сказать что дьявол пытается нанести нам удар можно сказать буквально каждый день в нашей жизни на каких-то мелочах бытовых какие-то неприятности в жизни болезней и прочее но как я вам сказала у меня уже была вот эта вот защитная такая такой созданный вокруг меня иммунитет и на многие вещи я просто просто не давала дьяволу проникнуть внутрь меня но этот удар который был нанесен по моей стране россией прошел прошел и я почувствовала это до такой степени до глубины своего духа до трясущихся рук и я помню как я вышла на балкон и начала плакать и и разговаривать с богом и говорила ну посмотри что же такое происходит ведь не дали даже порадоваться такой горькой ценой досталась нам эта победа в этой революции такими горькими потерями и они и русские нам не дали даже передышку такой вероломный удар такой сложный политический экономический и духовный момент для украины я не знаю кто и что из вас там говорит о восстановлении исторической и справедливости и все эти разговоры и и крым наш я хочу чтобы вы поняли одну простую вещь что для нас крым это не просто потери территории это символ подлости который останется в памяти моего народа на очень и очень долгое время дело в том что я могу вам лично свидетельствовать сама как украинка что когда я приезжала в киев я видела что русская попса русская эстрада была очень популярна распродавалась на ура крутились российские каналы у нас множество людей разговаривали разговаривать на русском языке по сегодняшний день единственным неудобством для русских возможно была необходимость изучения украинского языка в школе и оформления деловых бумаг на украинской на украинском языке ну что ж такие законы существуют в любой стране мира и все это может послужить замечательным духовным примером то есть русским нужна была причина нужна была какая-то подоплека для своих преступных действий вот они и уже свидетельствовали и сочиняли сказки якобы притеснение русскоязычного населения и я хочу вам напомнить первую книгу бытия где повествуется о том как бог сотворил землю и все что находится на ней он производил это посредством собственного слова то есть перед тем как произвести растительность животными он говорил слово и его слово осуществляла работу и вот человек это существо которое создано по образу и подобию божьим и поэтому нужно очень осторожно относиться к тому что мы говорим потому что в итоге наши слова сбываются и вот русские именно на пророчествовали себе зло или накаркали выражаясь народным языком действительно а многие люди сейчас перестали разговаривать на русском языке из принципа и многие российские символы вызывают сейчас омерзение у народов взять например ту же георгиевскую ленточку которую сейчас режут на части сжигают и заставляют людей снять своих автомобилей и так далее то есть здесь мы видим конкретный исторический урок и я обращаюсь не только к россиянам но и украинцам тоже которые любят поговорить на тему как все плохо и будет только хуже и все беспросветно пожалуйста придержите свой язык и остановите окружающих родственников друзей соседей кто продолжает говорить негативные вещи потому что я еще раз повторяю что человек был создан по образу и подобию божьему если мы продолжаем повторять одни и те же негативные вещи мы можем дожить до того момента когда они начнут воплощаться в нашей жизни и так вернемся теперь хронологической последовательности весны 2014 года и так я должна вам сказать еще раз повторить что в этот момент моя человеческая сущность проявилась далеко не в лучшем виде и моя вера была подобна в этот момент такой синусоиде она прямо сходила к нулю и я с радостью хочу повторить снова и снова и снова как хорошо что у нас есть наш бог как хорошо потому что каждый раз он меня вытаскивал из из этого болота и снова разговаривал со мной и снова укреплял мою веру я слышала на протяжении этого тяжелого времени те слова которые мне иисус говорил и удивлению моему потому что новости были такие плохие что просто не хотелось их читать моему удивлению каждый раз когда иисус разговаривал со мной о моей исторической родине об украине он говорил мне только хорошие и он мне говорил такие слова неужели ты думаешь что я привел твой народ к победе в революции для того чтобы отдать их сейчас на растоптание россиянам или вернуть украину в состав советского союза в украине происходит сейчас необратимые процессы и иногда нужно набраться терпения и подождать пока слово божье начнет воплощаться это происходит через определенный отрезок времени пока ты сможешь увидеть материальные результаты того обещания которого я дал тебе в отношении твоей страны страны в которой ты родилась дело в том что опять таки я снова повторяю как и крым так и восток украины это не просто война за территории так мне открыл бог вы помните в самом начале нашего разговора я сказала вам что я в первую очередь христианка по вере и потом уже украинка по национальности и поэтому я многократно спрашивала бога занимаю ли я правильную позицию в этом отношении потому что если бы бог сказал нет 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 ты неправильно поступаешь ты совершила ошибку я бы с удовольствием изменила бы свою точку зрения но ответ который я слышала от бога был один и тот же во первых он мне сказал что я уверена такой ответ от святого духа услышала огромное количество людей я не единственная что не захватом крыма и захватом донбасса путин не удовлетворился бы то есть цель этого человека и той огромной массы россиян которые поддержали его в этих действиях были не просто крыма не просто донбасса это это было запланировано и так война между украиной россии это прежде всего духовная война за невозврат советской системе и так что же такого плохого в этом самом советском союзе что наши люди буквально находясь перед выбором жизни и смерти все-таки приняли решение ни при каком условии не возвращаться к той системе я очень часто общаясь с россиянами как на одноклассниках такие на фейсбуке слышал одну и ту же фразу которую кстати говоря не просто вот попу повторяли в 2014 году просто как попугай и эта фраза звучала так вот как хорошо нам было всем вместе америка нас развалило это нам хорошо все вместе они говорили о советском союзе ну давайте посмотрим на советский союз с чисто духовной точки зрения не с точки зрения человеческих амбиций или человеческих эмоций а с точки зрения того как на это смотрит бог ну во первых для того чтобы поддерживать мирные отношения с соседями советский союз обращаться совершенно не нужны есть масса примеров стран которые из года в год из десятилетия в десятилетие находятся в прекрасных дружеских отношениях друг с другом что же такое советский союз советский союз это современная вавилонская башня вы помните у экклезиаста есть такая фраза я не помню как она звучит дословно и я не буду ее сейчас искать я приблизительно вам скажу ее смысл что все что будет уже было и все что было еще будет что здесь имеется ввиду что люди вот думают что они по жизни изобретают что-то новое а на самом деле это все уже происходило на таком же точно уровне и так советский союз это вавилонская башня и опять таки я не буду вам сейчас зачитывать этот рассказ о вавилонской башне он находится в первой книге библии называемой бытие в одной из первых глав и я вам просто приблизительно сейчас расскажу суть это история в авилонской башне бог дал людям задание плодитесь разно и и размножайтесь и заселяйте всю землю то есть они должны были расселяться по территории по всей поверхности земли но у них появился очень сильный лидер царь нимрат очень сильная личность и и у них был один общий язык для общения подобно тому как был один язык межнационального общения на территории советского союза русский язык и расходиться им совершенно не хотелось и они вот кучей собрались в одном городе который впоследствии будет называться вавилон и задались такой целью построить самим себе имя почему я привожу эту аналогию советского союза а с городом бавилоном и с построением бавилонской башни да потому что я родилась в 1971 году то есть в самый так сказать золотой век советского союза это то как называют брежневские времена некоторые идеалисты и так я живу свидетель нахожусь сейчас перед вами и вы можете меня спросить ну вот расскажи нам про советский союз я вообще честно говоря на рассказывать могу много чего много чего я могу только сказать одну вещь если кто-нибудь мне на сегодняшний день за какие-то огромные суммы денег предложил опять вернуться советскую систему я бы отказалась на отрез почему да потому что то что я помню это детский сад вестибюль скульптуру ленина с девочкой обнимающего девочку портрет ленина в каждом кабинете и нас деток маленьких четырех пятилетних уже тогда пихали атеизмом нам показывали слайды о том вот какие значит эти священники лжецы как они обманывают людей и заставляют их поверить в то что есть бог и на самом деле никакого бога нет то есть они забивали нас атеизмом самого махонького возраста и все это время пока я росла при советской системе я слышала вот это вот построение себе имени на телевидении по радио постоянно велись разговоры о героях труда о тех героях которые отдали свою жизнь в борьбе за революции так как человеческая жизнь после смерти не предлагалось в существование души никто не верил и согласно их теории после того как человек умирал он должен был стать пищей для червей и превратиться в принципе в кучу навоза и единственная возможность остаться в памяти и сердцах людей это проявить какой-то героизм при жизни чтобы навеки остается в памяти молодого поколения вот это вот прославление собственного имени которое упоминается в истории о Вавилонской башне и так почему мы ни при каких обстоятельствах никогда не вернемся в Советский Союз почему в Украине начался Ленинопад то есть такое массовое свержение памятника в Ленину почему в Украине даже стоит вопрос о том чтобы переименовать города которые носят коммунистические названия для того чтобы стереть всякую память всякую память о том периоде и никогда больше туда не вернуться конечно эти же статуи Ленина можно выставить где-то в музее или поместить их фотоснимки в учебниках по истории чтобы люди знали что такой период все таки существовал но в будущем нашей страны места для коммунистической системы нет и быть не может и я вам с полной уверенностью хочу сказать с полной уверенностью хочу сказать и вот мое подтверждение библии что советский союз это страна которая с самого своего начала до последнего дня своего существования жила под проклятием почему да потому что атеизм был главной идеологией этой страны и здесь в библии есть такая двадцать восьмая глава книги повторения закона и я вам сейчас точнее по-русски это звучит эта книга звучит второзакония второзакония двадцать восьмая глава и здесь есть вот четкие изложены четкие определения слов благословения и слова проклятия потому что эти два слова находятся в полном противоречии друг другу то есть благословение это не просто какая-то красивая фраза там на открытке вот пусть тебя благословляет Бог и желаю тебе всех благословения да это красиво звучит но у слова благословение есть четкое определение это слово вмещает в себя определенные понятия я вам сейчас сочетаю если ты будешь полностью послушен Господу твоему Богу и будешь прилежно исполнять его повеления которые я даю тебе сегодня то Господь твой Бог поставит тебя выше всех народов на земле все эти благословения ты получишь если будешь слушаться Господа твоего Бога ты будешь благословен в городе и благословенном поле благословен будешь ты множеством детей земля твоя принесет обильный урожай а стада твои и отар и большой приплод телят и огня благословены будут твоя корзина для сбора круп и ягод и твоя квашня ты будешь благословен когда будешь выходить Господь сделай так что враги которые поднимутся против тебя будут разбиты перед тобой они пойдут на тебя по одной дороге но побегут от тебя по семи Господь пошлет благословение на твои амбары и на все что ты будешь делать своими руками Господь твой Бог благословит тебя на земле которую он дает тебе Господь поставит тебя своим святым народом как он клялся тебе если ты будешь исполнять повеление Господа твоего Бога и ходить его путями тогда все народы на земле увидят что ты называешься именем Господа и будут бояться тебя Господь даст тебе изобилие во всех благах в твоих детях при плоде скота и урожаях земли на земле которую он клялся дать тебе через твоих отцов Господь откроет тебе небеса свою богатую сокровищницу чтобы посылать дождь срок на твою землю и благословлять всякое дело твоих рук ты будешь давать взаймы многим народам и занимать не будешь ни у кого Господь сделает тебя головой а не хвостом если ты будешь внимателен по велениям Господа твоего Бога которые я даю тебе сегодня и будешь прилежно исполнять их то ты всегда будешь наверху а не внизу не уклоняйся ни одного из повелений которые я даю тебе сегодня ни вправо ни влево не следуй за другими богами и не служи им и точно так же и точно так же здесь в этой же самой главе дается определение проклятия проклятия за непослушание я ввиду того что текст очень длительный я вам зачитаю некоторые стихи из него но если ты не будешь послушен Господу твоему Богу и не будешь прилежно исполнять все его повеления и установления которые я даю тебе сегодня то все эти проклятия придут на тебя и будут с тобой ты будешь проклят в городе и проклят в поле прокляты будут твои корзины для сбора круп и ягоды и твоя пашня дети твои будут немногочисленны твоя земля будет давать скудный урожай и стада твои и отары принесут мало приплода телят и ягнят ты будешь проклят когда будешь входить и когда будешь выходить кстати говоря о советской системе и говоря об урожаях с одной стороны с каждого съезда компартии нам говорилось какие у нас высокие показатели в урожаях надое молока в сборе зерновых и с другой стороны преподаватели в школе постоянно говорили дети с уважением относитесь к хлебу потому что наша страна закупает хлеб у Америки за золото и вот эти люди не понимали что они в принципе противоречили всему тому что говорила советская пропаганда если все было действительно так хорошо как говорилось то почему же такая огромная страна с такими великолепными ресурсами натуральными ресурсами когда дождь идет в свое время солнце появляется в свое время плодородные земли то есть все то о чем другие страны которые находятся на пустынях могут только помечтать почему такая огромная страна с такими великолепными ресурсами была не в состоянии прокормить свой собственный народ ответ только один отсутствие духовного ведения и люди которые проработали в колхозах есть еще живые свидетели могли бы вам рассказать гораздо лучше чем я о той степени бесхозяйственности которая проходила происходило в то время итак еще раз остановимся на теме проклятий я еще раз повторяю что проклятие это не просто когда одна соседка говорит другой соседки да вот да вот будь ты проклят нет нет проклятие включает в себя определенные понятия итак я продолжу описание проклятий Господь будет посылать на тебя проклятие смятение и неудачи во всяком деле твоих рук пока ты не будешь истреблен и не придешь что быстро погибли из-за зла которое ты сделал оставив меня Господь будет насылать на тебя мор за мором пока не истребит тебя земли в которой ты вступаешь чтобы завладеть ее Господь нашлет на тебя чахотку лихорадку и воспаление жару и засуху знойный ветер и плесень которые будут преследовать тебя пока не погибнешь небо на твоей головой станет медью земля под тобой железом Господь даст твоей стране пыль вместо дождя и только прав будет падать на тебя с небес пока ты не погибнешь Господь сделает так что ты будешь разбит врагами ты пойдешь на них по одной дороге и побежишь от них по семи и станешь объектом отвращения для всех царств на земле твои трупы будут пищей всем небесным птицам и земным зверям и некому будет отпугнуть их Господь нашлет на тебя нарывы и опухоли египта наящиеся язвы и чесотку от которых ты не сможешь исцелиться Господь поразит тебя безумием слепотой и помрачением ума кстати говоря вот это пресловутая советская система где так заботились значит главарь этого государства в своем народе которые как-то не додумались понастроить общественных туалетов вот это духовная слепота вот это безумие вот это неведение отсутствие руководства святого духа на бытовом уровне чтобы понять что хорошо для людей и что плохо я четко помню этот запах мочи который постоянно традиционно стоял в подъездах просто потому что на территории городов не построили общественных туалетов не спрашивайте меня почему вот это духовная слепота она проявляется не только в великих делах но и в мелочах также в полдень ты будешь бродить на ощупь как слепец во тьме ты будешь неудачлив во всем ты будешь делать изо дня в день тебя будут притеснять и грабить и не будет у тебя защитника ты обручишься с женщиной но другой возьмет ее и будет спать с ней ты построишь дом но не будешь в нем жить ты посадишь виноградик но не успеешь собрать даже первый урожай твоего вола заколют у тебя на глазах но ты не будешь есть его мясо твоего осла уведут у тебя силой и не вернут твои овцы достанутся врагам и никто не спасет их для тебя твоих сыновей и дочерей отдадут другому народу и ты истомишь свои глаза разыскивая их изо дня в день бессильный хочешь что-нибудь сделать народ которого ты не знал будет есть то что ты произвел своим трудом на своей земле а тебя будут только жестоко притеснять всю твою жизнь а вот описание голодомора из-за страданий которые враги причинят тебе во время осады ты будешь есть своих детей плоть своих сыновей дочерей которых дал тебе господь твой бог даже самый изнеженный и чувствительный из ваших людей не станет сострадать собственному брату или любимой жене или своим уцелевшим детям не даст никому из них ничего из плоти своих детей которых будет есть сам а вот описание духовного смятения там господь заставит твое сердце трепетать и стомит тоской твои глаза и наполнит отчаянием твою душу ты будешь жить в постоянной тревоге полный ужаса и днем и ночью никогда не уверенный в своей жизни утром ты скажешь ах скорее бы вечер а вечером о скорее бы утром утро от ужаса который наполнит твое сердце и из-за того что увидят твои глаза однажды в разговоре с русскими я пыталась им это объяснить что советский союз на протяжении всей своей истории находился на проклятием под проклятием потому что беды фактически не заканчивались если мы посчитаем учебник по истории значит гражданская война после гражданской войны голодоморы после голодоморов сталинские репрессии потом великая отечественная война после великая отечественная война опять репрессии и такое ощущение что вот эта вот цепочка она просто не прекращалась и даже в самые лучшие так сказать брежневские времена люди постоянно жили под чувством страха я помню себя ребенком постоянно были великие разговоры о возможности ядерной войны даже в этот период жизни люди не могли почувствовать себя свободно это та идиллия в которую вы хотите вернуться мы не хотим спасибо Советского Союза нам не нужно я знаю что многие сейчас слушают меня и с обидой в голосе говорят подожди дорогая но мы же мы же не Советский Союз сейчас мы же православный православная Россия и даже наш президент вот ходит в православный храм и ставит свечки и креститься я надеюсь тоже научился благо это долго времени не занимает как же так что вот Украина предпочла гейскую Европу и империалистическую Америку а вот от нас исторических братьев россиян отказалась ну вы знаете этот вопрос очень такой глобальный мне придется разделить его на несколько частей но в первую очередь давайте разберемся с этой самой гейской Европой и Америкой да действительно имеет место отступление от Божьих заповедей и в особенность в этом вопросе то есть в вопросе брака между однополыми в Библии нет никаких противоречий все достаточно понятно Бог запретил отношения между однополыми и людям которые говорят о себе что они соблюдают Божьи заповеди никак не подобает заниматься подобными вещами но вы знаете что я знаю только одно что все люди в принципе согрешили вольно или невольно и идеальных людей нет нет идеальных людей нет идеальных наций и все существующие на сегодняшний день нации так или иначе отступили от Божьих заповедей но я рада вот Божьей благодати наш Бог ни от кого не отказался и продолжает проводить работу с ними я буду свидетельствовать о той стране в которой я сейчас проживаю в Соединенных Штатах Америки я знаю что есть политики которые выступают и против брака между однополыми и против абортов есть большое множество проповедников которые буквально без устали проповедуют день и ночь и призывают свою нацию вернуться на путь сохранения Божьих заповедей есть также большое количество пророков которые пророчествуют об Америке и я убеждена что с Европой и с другими странами ситуация обстоит точно также но удивительный факт что русские так привыкли тыкать пальцем в сторону запада что не заметили собственного огромного отступничества что я имею в виду главную заповедь так что Иисус Христос в Новом Завете назвал главной заповедью заповедью которой сводится все писание объединяющий обобщающий все возлюби Господа Бога своего всем сердцем и всей душой и вторая примыкающая к ней заповедь это возлюби ближнего своего как самого себя и вот именно о нарушении этой самой заповеди идет речь что делает труп Ленина до сих пор в центре Москвы почему этот человек который повел за собой миллионы и главное его преступление заключается в том что он убедил этих людей отказаться от Бога он был убежденным атеистом и Сталин был кстати говоря его продолжателем в этом смысле что до сих пор делает непохороненный труп Ленина в центре Москвы и почему он охраняется почетным караулом почетный от слова почет о каком таком почете к этому человеку идет речь ну плюс то что Россия все еще переполнена памятниками Ленину так и этого вам оказалось мало в последние годы вы решили еще и память о Сталине воскрешать уже вот портреты Сталина наполнили улицы российских городов и так почему же я называю это нарушением самой главной заповеди возлюби Господа Бога своего всем сердцем и всей душой я хочу вам напомнить одно место в Библии в одной из книг царей описывается история пророка Ильи который пришел к своему народу с таким вопросом до каких пор вам хромать на оба колена так определитесь либо вы с Богом либо вы с Ваалами кто такие Баалы идолы было такое языческое божество Баал Зебуб которому поклонялись соседи израильского народа вот израильтяне решили так сказать взять всего по чуть-чуть по чуть-чуть значит поклоняться своему собственному израильскому Богу и по чуть-чуть чтобы так сказать не отставать от других наций поклоняться этим самым Ваалам и так в глазах Бога это преступление вы знаете почему в Библии так много места уделяется идолопоклонничеству почему казалось бы что в этом плохого да какие-то там памятники какие-то там изображения тех же греческих богов с красивыми телами фигурами шедевры искусства почему Бог так негативно относился к идолам потому что в том месте где есть идолы это знаете как вот пригласительный билет для всех этих сил зла они сюда слетаются в это место бесовские силы и начинают входить в людей и люди начинают себя вести вот так вот неадекватно и вот эти вот советские коммунистические духи видны до такой степени в процессе общения с основной массой вашего населения что мне хочется задать вам вопрос пророка или до каких же пор вы будете продолжать хромать на оба колена определитесь уже тогда если вы называете себя православной нацией то определитесь в конце концов с кем вы с богом или с ленинами или со сталинами потому что это все совершенно противоречит друг другу эти люди утверждали всю свою жизнь что бога вообще нет это выдумка фантазия каким же образом этот самый сталин у вас сейчас среди национальных любимчиков если вы называете себя христианами и так вторая часть самой главной заповеди возлюби ближнего своего как самого себя и так кто-таки ктоعне вещи знает ян 해야 е самую главную заповедь – возлюби Господа Бога своего, возлюби своего ближнего, как самого себя. Да, но как же тогда скажут некоторые, мы же восстанавливаем историческую справедливость, ведь был же Советский Союз, была одна общая страна. Вы знаете, такого понятия, как историческая справедливость, не существует вообще, потому что на каждый квадрат земли найдется как минимум 10 хозяев, 10 стран, которые в разные исторические периоды владели этими территориями. Если взять тот же Крым, то одно время он находился под контролем греческих колоний, татары могут сказать, что это их территория, Турция может говорить это. Многие страны, согласно тому, что на каком-то историческом промежутке Крым находился под влиянием какого-то государства, найдется как минимум десяток стран, которые могут сказать то же самое, что сказали русские. Крым наш. Так, давайте ответим раз и навсегда на один и тот же вопрос. Так, чей же все-таки Крым? Ну, мне придется вас направить опять-таки в первую книгу Библии «Бытие». Там четко описывается, что все материки, острова, полуострова, моря и океаны сотворил Бог для людей. И ни одной, ни одной части земли нет подписанной. То есть вы можете направить аквалангистов, которые исследуют все побережье Крыма, и я вам гарантирую прямо сейчас, что никакой подписи, что это территория России, там вы не найдете. Итак, вы завязали войну с грузинской христианской нацией, но и этого вам оказалось мало. Сейчас вы воюете с другой христианской нацией, украинской христианской нацией. Значит, вы виновны в грехе против своего ближнего. Теперь по поводу спорных территорий. Дело в том, что споры из-за территории возникали с самых древних времен. И мы можем посмотреть на примере того, как возник спор между Яковом и его тестем Лаваном, как они решили этот вопрос. Люди просто собирались вместе и договаривались, что вот через эту межу они переступать не будут на противную сторону. В этом месте возводился курган или ставился памятник, когда еще письменных договоров не было. И люди просто обещали друг другу, что вот мы, я не буду пересекать этот памятник, этот курган, а вот ты, пожалуйста, тоже не пересекай его. Таким образом они обостанавливали границы. И так вернемся к этому самому Будапештскому меморандуму, который Россия нарушила. Дело в том, что слава Богу, что на большинстве стран мира все-таки почиет Божья мудрость, и людям хватает ума для того, чтобы договориться и не заниматься новым переделом территории. Почему? Потому что это всегда приводит к войне, всегда к кровопролитию. И вот люди заключили этот Будапештский меморандум, что мы сохраним все территории, которые существуют на сегодняшний день, в тех пределах, которые есть на сегодняшний день, и не будем заниматься новым переделом. Несмотря на то, что Россия владеет огромными территориями, и на многих территориях они не могут навести порядок, и там процветает полная бесхозяйственность, но им оказалось мало. Им нужно протянуть руку на своих соседей и кричать, что вот это наше и это наше. Вот такая вот нация на карте Земли, россияне, соседи, с которыми нам так не повезло. Итак, вот на такой негативной ноте я могла бы сейчас закончить мой рассказ, значит, попрощаться с вами, стряхнуть пульс рук. Но поступило ко мне Слово Божье в декабре 2014 года. И я знаю, что материальные люди очень интересуются технической стороной этого вопроса. Давай, расскажи нам, как же к тебе это самое Слово Божье поступило. Бог тебе позвонил по телефону, или там прислал имейл, или проговорил тебе что-нибудь там с небес громовым голосом. Вы знаете, я без всякого сарказма вам сейчас скажу, что действительно в Библии огромное количество упоминаний, сверхнатуральных явлений, когда Бог общался со своими людьми сверхнатуральным образом. Например, когда евреи слышали, целый народ слышал голос Бога, исходящий с горы, когда пророки получали яркие видения, когда и ангелы Божии являлись для общения с людьми. Но также в Библии упоминается огромное число случаев, если вы обратите внимание, когда вы читаете Писание, когда всё сказано в довольно такой простой, очень простой форме. И поступило к пророку такому-то Слово Божье, иди туда-то, туда-то, и говори то-то и то-то. И также, что же здесь имеется в виду? Дело в том, что верующий человек, не зря Иисус Христос употребил такую фразу, «быть рождённым свыше». Когда мы обретаем веру, рождается наш духовный человек. И начинает, когда мы растём в вере, растёт наш духовный человек. На определённом этапе мы возрастаем до такого уровня, когда мы способны, наш духовный человек способен подключаться и общаться с Богом непосредственно на внутреннем уровне. И, в принципе, это и является руководством Святого Духа. Например, верующие люди знают вещи, которые другие не знают. Знают вещи наперёд. И материалисты даже нашли этому описание, они назвали это интуицией. Но это именно руководство Святого Духа по жизни. И также мы имеем общение непосредственно с Богом. Вплоть до того, что я способна слышать, что Бог говорит мне, и я Ему отвечаю, и потом Он снова говорит мне. Именно такой разговор между мной и Богом произошёл о России, и о том, что я должна делать в этой связи. И результатом этого нашего разговора стало это видео. Но ввиду того, что наше время в первой части подходит к концу, я не прощаюсь с вами, а говорю вам, что я работаю сейчас над созданием второй части пророчества о России, где я вам расскажу о том, какой разговор с Богом у меня состоялся, и о том, какую роль Бог избрал для меня в этом процессе. Итак, мы не прощаемся. Меня зовут Татьяна Коп. До встречи. До встречи.